Настоящих героев чествовали на церемонии награждения, которое по традиции предваряло итоговое оперативное совещание за месяц. Врач Щелковского наркодиспансера Алина Османова оказала первую неотложную помощь сбитому машиной подростку, а волонтер добровольного поисково-спасательного отряда «Лиза-Алерт» Сергей Медведев спас тонущего человека на озере Севаш. В районе подводят итоги исполнения за этот год губернаторской программы комплексного благоустройства дворовых территорий. Благоустроен 51 двор, а всего за 4 года работы программы преобразились 177 дворовых территорий во всех поселениях района. В то же время первый замглавы администрации Наталья Тамбова отметила случай претензий к подрядчикам по качеству исполнения работ. Мы видели некачественное исполнение и по спортивным площадкам, по металлоконструкциям, которые есть. Даже сейчас я вижу по отчетам приходящим, что где-то идет уже ремонт в рамках гарантийных обязательств, хотя прошло всего лишь несколько месяцев с момента приемки. Поэтому, конечно, будем стараться делать из этого выводы. С 2016 года Щелковский район резко нарастил объемы ремонта дорог общего пользования. По 117 километров дорог ремонтировали в 2017 и 2018 годах. План ремонта удается увеличивать в частности за счет голосования жителей на портале Добродел. Щелковский район является одним из лидеров Московской области по количеству социальных объектов в области образования, здравоохранения, спорта и физкультуры, которые строятся или начнут строиться в самое ближайшее время. Об этом на Большом районном оперативном совещании рассказал замглавы администрации Никита Никулин. Девять новых школ откроются в районе в ближайшие несколько лет. Это много, учитывая, что долгие годы их вообще не строили. Вслед за микрорайоном «Солнечные» и «Медвежками» большая стройка начнется в Жигалове. Осуществляются проектные изыскательские работы по среднеобразовательной школе на 1100 местных районов Жигалова. Хочу отметить, что положительное заключение мы уже получили. И на сегодняшний день буквально планируем на этой неделе выйти на конкурентные процедуры по строительству этой школы. То есть в этом году мы уверены, что строительство уже начнется. Новый корпус школы номер 11 имени Титова. Школа в микрорайоне «Финский». Второй корпус лицея номер 7 на улице Шмидта. Школа в новом городке на 550 мест. Эти учебные заведения будут построены за бюджетные средства. Пристройку к школе номер 16 обязался возвести инвестор компания «Инвестпроект МСК». Начальную школу в поселке Клюквины и компания «Аркада». В госпрограмму на 19-24 годы попали 7 детских садов. Деньги на проектирование и строительство, а это около полутора миллиардов рублей, будут выделены из областного бюджета. Садики построят в Щелкове, вблизи школы номер 1 и на Дальнем Воронке. В микрорайонах Богородский, Финский, Чкаловский, Бахчеванджи, а также в деревне Оболдина городского поселения Загорянский. Никита Никулин также сообщил, что до конца года должен быть сдан фельдшерско-акушерский пункт в селе Душеново. В первом квартале будущего года – диализный центр на улице Краснознаменской. Два новых физкультурно-оздоровительных комплекса планируется построить в Щелкове. Один в центре города для занятий спортивной гимнастикой. Второй – для водных видов спорта в микрорайоне Щелково-7. В настоящее время решается вопрос включения их в госпрограмму. В городском поселении Монина проектируется бассейн. По поручению губернатора достраивается стадион Рэдби. Строительная готовность общая составляет около 40%. Строительная готовность первой очереди, то есть южный трюбент, составляет около 80%. Ведется работа по укладке инженерных сетей и отделочной работы. И вот что еще. 1 декабря в Московской области официально начнется зимний сезон. Единая акция – зажжение главной елки с анимационной программой – пройдет во всех муниципалитетах. Ирина Микеда, Сергей Максимов, телерадио компания «Щелково».